В Первоуральске вновь чествуют супругов-долгожителей. Парам, прожившим вместе 50 и более лет, вручили награды губернатора Свердловской области «Совет да любовь». Как сохранить семейное счастье на долгие годы, узнала наша съемочная группа. Супруги Красильниковы до сих пор влюблены друг в друга. Познакомившись случайно, они и представить не могли, как плотно свяжет их судьба. Через полгода общения поженились. Этот день, 25 июня, они помнят, как сейчас. День свадьбы никогда не забывается. Чувства были самые радостные. Свадьбу проводили в квартире у сестры, у неины. Обаркосочетание было во дворце металлургов. Владимир Алексеевич 43 года проработал на новотрубном заводе. 39 из них в охране труда. У Читы Красильниковых два сына. Один из них тоже новотрубник. Уже взрослые внучки, и в этом месяце у них родится первый правнук. Нина Григорьевна с гордостью говорит о своей семье, о заслугах мужа на заводе и делится своим секретом семейного счастья. Это, прежде всего, любовь, уважение, взаимопонимание. Конечно, и доброта. И все время вместе, везде. И в горе, и в радости. Везде мы вместе. За 16 лет в Первоуральске наградили более полутора тысяч юбиляров. В торжественной обстановке медали «Совет да любовь» получают семь пар. Все они ветераны-новотрубники. Очевидно, были определенные трудности. Были какие-то жизненные неувязки. Но, тем не менее, вы за все эти годы принесли совместную любовь, уважение друг к другу, желание вырасти детей, внуков. Глаза наших ветеранов наполнены гордостью. Гордостью за свою вторую половинку. За то, что они прожили так много лет. Видно, что они переживают друг за друга. Даже вот то, что они друг друга за руку держат, это уже говорит об огромном уважении, об огромной любви. Отличительный знак в виде ромашки, как символ любви и верности. Юбилярам вручают с особой гордостью. Устраивают настоящий праздник с подарками, цветами и концертной программой. Сегодняшний праздник нам очень и очень понравился. Мы довольны поздравлением, довольны награждением, всеми-всеми подарками и вниманием к нам. Большое вам спасибо. В детях и внуках все отражается. У всех этих пар большие семьи. Они вырастили хороших специалистов и достойных людей, которые, по примеру родителей, строят свои семейные отношения. И в будущем мечтают оказаться в числе награжденных правительственной медалью. Елена Беляева, Александр Захаров. Хроника дня.